Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Анастасия Мосина и прямо сейчас о главных темах. Глава Каннска Надежда Качан в очередной раз собралась в отставку. Эти слухи в администрации не стали опровергать. А вот до Каннска ехать вообще невозможно. Гололёд не чищен. За несколько дней в Каннске выпала месячная норма осадков. Больше всего досталось автомобилистам и коммунальщикам. Побродить по дому, театру, дому Головлёвых, поразгадывать то, о чём, возможно, не догадались во время спектакля. Семья Головлёвых приняла гостей. В драматическом театре состоялась Ночь искусств. И теперь обо всём подробнее. В Каннске прошёл митинг, посвящённый годовщине Октябрьской революции. Мероприятие, которое организовали члены местного отделения партии КПРФ, прошло скромно. Коммунисты вышли с флагами, скандируя лозунги. Со сцены звучали поздравления, патриотические стихи и воспоминания о советских временах. Далее собравшиеся подписали резолюцию, протокол которой будет направлен в российское и краевое правительство. Среди требований проведения референдума по пенсионной реформе, возврат прямых выборов главы города и отставка нынешнего мэра. И сегодня новый оборот начали набирать слухи об отставке главы Каннска. Якобы Надежда Качан решила покинуть занимаемый пост и передала заявление в Каннский городской совет. Если информация подтвердится, то для рассмотрения заявлений депутатам необходимо собраться на внеочередную сессию, чтобы удовлетворить прошение. После будет объявлено о конкурсе на должность мэра Канска. И специальная комиссия вынесет на обсуждение народных избранников несколько кандидатур, из которых будет избран новый градоначальник. Сама Надежда Николаевна от комментариев отказалась. К другим темам. Первый серьезный снегопад осложнил ситуацию на дорогах Каннска. Прогноз синоптиков заставляет коммунальщиков мобилизовать силы. Осадки продолжатся, а значит служба работает в усиленном режиме. Но, несмотря на это, остаются участки дорог, по которым ехать очень опасно. Улица и дыма на этим утром напоминалось зеркало. Песчаная посыпка была заметна только на остановках и при въезде на мост. Водители стараются ехать предельно аккуратно и неукоснительно соблюдать все правила. Из ряда в ряд никто резко не перестраивается. Все соблюдают дистанцию. Еще накануне от автомобилистов было очень много жалоб на Виадук. Однако дорожная служба ситуацию исправила, обильно посыпав мост. Мосты, кольцевые и крутые повороты в приоритете по маршруту коммунальщиков. Посыпаем, как и в прошлом году, специальная смесь вместе с солью. Уходит за смену порядка 30 кубов с одной машины. На въезде в Канск ситуация под контролем. Ведется не только посыпка, но и очистка дорог от снега. Водители большегрузов благодарны и отмечают, что по трассе ехать невозможно. Настроение меняется только при въезде в Канск. А вот до Каннска ехать вообще невозможно. Гололед не чищен и шишки большие на дорогах. То есть ехать вообще невыносимо. Дорожно-уборочная техника выезжает до и после часа пик, чтобы не осложнять движение. В рамках муниципального задания посыпают в первую очередь улицы, по которым идет пассажирский транспорт. Поэтому остается непосыпанная периферия. Сегодня чиновники совместно с депутатами проверили качество работы подрядной организации. Подсыпка была проведена, но на наш взгляд, то есть на взгляд участников комиссии, недостаточно качественно. То есть на основании этого ООО «Форд» написан документ, так скажем, претензионное письмо, по которому они должны либо дополнительно произвести работы, либо дать объяснение, почему данные работы были выполнены некачество. При этом в администрации отметили, это только начало сезона, и снег застал врасплох. Добавим, только за последние четыре дня в Канске выпало снега выше декадной нормы. При норме 5 мм выпало 7,1 мм. Ноябрь будет очень снежным, отмечают в Канской гидрометобсерватории. С 2019 года изменится порядок расчетов налогов на недвижимость физлиц. Специалисты налоговой службы рассказали о новой схеме исчисления налога на недвижимость. Если сейчас он рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости объекта, то с января значение будет иметь кадастровое. При этом появится новый вычет. Налогооблагаемая база, к примеру, квартиры, будет уменьшена на стоимость 20 квадратных метров. Налог будет начисляться на оставшуюся часть. Если же объект – жилой дом, то налог будет рассчитываться с его площади за минусом 50 квадратных метров. Платить по-новому будем уже в 2020 году. Например, дом постройки до 1980 года на проспекте газеты «Красноярский рабочий» – 72 квадратных метра. Инвентаризационная стоимость квартиры – 350 тысяч рублей. Кадастровая стоимость квартиры – 2,5 миллиона рублей. Когда мы рассчитываем налог от инвентаризационной стоимости по данной квартире, то у нас сумма налога будет 1838 рублей. А когда мы рассчитываем налог от кадастровой стоимости по данной квартире – 1797 рублей. Получить дополнительную информацию по этому и другим вопросам налогоплательщикам предлагают в рамках акции. 9 ноября с 9 до 18 часов и 10 ноября с 10 до 15 часов во всех территориальных налоговых инспекциях России пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. В ходе данных мероприятий любой желающий сможет узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Также получат консультацию от сотрудников налоговых органов о преимуществах налоговых сервисов, онлайн-сервисов на сайте налоговой службы и получат ответы на все интересующие вопросы. В Канске стартовал трехдневный слет активных граждан партнерства на местном уровне. На площадке слета собрались представители органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, чтобы обсудить возможности развития и поддержки НКО на местах. Татьяна Сандул расскажет подробнее. Десятки представителей некоммерческих организаций города и района собрались на заключительном слете партнерства на местном уровне, который проходит в Канске. Ранее форум проходил в Норильске, Железногорске, Шушенском и Боготоле. На каждой территории власти так или иначе взаимодействуют с НКО. И важно эту связь укрепить. Ведь в регионе более трех тысяч некоммерческих организаций, но только около 600 работают продуктивно. У нас порядка, мне кажется, десятка вопросов в нормативном правом поле, который позволяет муниципалитету решать. Это представление земельных участков на говорной основе, это и представление имущества. Мы можем ходить туда капиталом своим уставным. Мы можем на самом деле сегодня работать в информационном поле совместно. Вот тот ресурсный центр, который мы создали для консультативных вещей, и вы знаете, что у нас есть такие яркие некоммерческие партнерства, как Луч. Создание Центра поддержки общественных инициатив упростило задачу для НКО. Деятельность некоммерческих организаций в основном направлена на военно-патриотическое воспитание, создание благотворительных фондов, помощь детям с ОВЗ и организацию досуга. Так, очередную грантовую поддержку получили работники библиотеки для реализации проекта «Театральные среды» в Чеховке. В сотрудничестве с НКО, естественно, мне сейчас проще работать. Потому что все основные деятельности по проекту, по тем же самым договорам, отчетным документам, конечно, нам во всем помогает НКО. Гранты – главная поддержка НКО, поэтому участников форума учат участвовать в таких программах. За предыдущие шесть лет на деятельность НКО в стране было выделено 30 миллиардов рублей, в этом году – 8. Но этого недостаточно, поэтому стоит задача передать 10% бюджетных средств на развитие социально направленных некоммерческих организаций по территориям. Именно этому вопросу посвящена основная работа слета. Люди решают проблемы людей – лозунг нашего форума, и, в частности, всего некоммерческого сектора. Исходя из этого, государство может видеть лакмус. То есть, в той части, если НКО поднимает проблему, соответственно, мы понимаем, что эта проблема есть, она лежит на поверхности. Добавим, слет завершится в Канске 9 ноября. В этот день участники проверят эффективность реализации социальных проектов в нашем городе. Татьяна Сандл и Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Во второй части выпуска расскажем о том, какую поддержку получат ветераны Великой Отечественной войны, о службе новобранцев за колючей проволокой, и о страшных историях, свидетелями которых стали посетители театра. Не переключайтесь. Сегодня я решил выйти из студии, чтобы показать вам нечто удивительное. Это условия нового кредита Восточного банка. До миллиона рублей наличными под 11,5% годовых. Восточный банк. Всегда хорошие новости. Букеты для любого случая. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В Красноярском крае осталось чуть более тысячи участников Великой Отечественной войны. Законодательные органы власти принимают максимальные усилия для того, чтобы оказать этому героическому поколению всевозможные меры социальной поддержки. О том, что сделано и как индексируются суммы выплат, расскажут наши краевые коллеги. Александр Иванович Васильев всю жизнь прожил в Енисейске. Оттуда ушел на службу, туда же вернулся с фронта. Воевал на Втором Прибалтийском. Это были тяжелейшие операции по освобождению западной части страны. Сержанта Васильева определили на оккупированную Псковщину. В Псковской области, в болотах, там вот, интересно, все мокрые, а рядом пушкинцы кожи. И смотришь, вот как бы хорошо там, сухо, хорошо воевать-то там. Ночью мокнешь и день мокнешь. А потом пришлось и на пушкинцы горах нас перевели туда. Вот там, да, как далее-далее, по нам немцы-то. Все смесарились с землей хуже, чем на болоте. Александр Иванович чудом выжил после нескольких серьезных ранений. Выходили в госпитале. Тогда война для него закончилась. В мирной жизни трудился мастером в педучилище, на механическом заводе, на техническом участке водных путей. В родном Енисейске он настоящий герой, почетный гость всех патриотических мероприятий. И, конечно, наряду с другими ветеранами, получатель всех доступных мер социальной поддержки. А требуется многое и для здоровья, и для проживания. Около тысячи рублей выходят лекарства. Их бесплатно предоставляют в аптеках по рецепту врача. И за коммунальные услуги платить не приходится. Сейчас оплачивают услуги в стопроцентном размере государства. В 50% идет оплата из федерального бюджета. И 50% идет оплата из краевого бюджета Красноярского края. В 100% идет оплата, поэтому сейчас беспокоиться за не нужно дед дедушки. Фронтовиков в Красноярском крае осталось не так много, чуть больше тысяч человек. Но поддержка каждого из них стоит на строгом контроле местных отделов социальной защиты населения. Значительные денежные средства предоставляет федеральный бюджет. Эти суммы участники Великой Отечественной получают дополнительно к своим пенсиям. Кроме того, в региональном бюджете тоже выделяются деньги на социальную поддержку ветеранов. Например, на праздничные выплаты ко Дню Победы. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края уделяют огромное внимание этой категории граждан. Постоянно мы добавляем денежные компенсации. Вот даже на ремонт жилого помещения 15 тысяч. Ветеран может, если ему надо, и заключение будет о том, что надо отремонтировать жилье до 15 тысяч. Видите, сколько таких услуг, которые мы оказываем. В прошлом году была завершена большая работа по обеспечению ветеранов жильем. Квартиры получили 6300 человек. Выдача велась в течение 9 лет. На сегодняшний день в органах социальной защиты населения края нет участников войны, которые бы стояли в очереди на обеспечение жильем. Более подробно со всеми мерами поддержки ветеранов Великой Отечественной войны можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики края. Евгения Шелковникова, Илона Галактионова и Алексей Гусев. Енисей. Новости. Сотрудники СИЗО и тюрем отметили свой профессиональный праздник. В честь этого семь новобранцев официально приняли присягу. И для них завершился испытательный срок. Как сегодня проходит их служба, расскажет Леонид Юрков. В актовом зале педагогического колледжа собрались все те, кто охраняет покой мирного населения от людей, когда-то приступивших закон. А повод непростой. В этот день они отмечают свой профессиональный праздник. Мы устроили очередной раз торжественное мероприятие. Один работник от СИЗО и Кюр. В данной дате приурочили принятие присяги с семи молодых сотрудников. Конечно, не все хотят на любую работу идти туда-либо сюда. Но сотрудников кандидатов у нас приходит много. К сожалению, не все проходят. Это как у нас проверки, комиссия военного учебного. Но у кого есть стремление и желание, приходят все. Семь молодых сотрудников, которые решили посвятить свою жизнь службе исполнения наказаний на сцене сегодня в парадной форме. Владимир Павлович, пожалуйста, мне приступить. Для принятия присяги приступить. Есть. Я, Соловин Максим Александрович, поступаю на службу в Голландской системе. Тожественно присягаю на верность Статистической Федерации и ее народу. Среди новобранцев Максим Соловей в этот день для него и остальных парней официально закончился испытательный срок. Теперь он помогает соблюдать порядок на режимном объекте. Я пришел в службу в этом году. Меня сюда привела мечта надеть погон, носить форму. Хорошая заработная плата, социальный год и гарантия. Гарантия, служить закону, родине, народу. Хороший коллектив, нравится работать. Ему, как и другим новобранцам, еще только предстоит познать всю суть работы за колючей проволокой. Пример он берет с начальника воспитательного отдела. Он уже почти 20 лет служит в уголовной исполнительной системе. А начинал, так же, как и Максим, с младшего состава. Работа сложная, но интересная. В любом случае, работа интересная, значит, это работа с людьми, это общение с людьми. Люди приходят разные, как бы то ни было, люди оступились, да, но, тем не менее, они совершили преступление, они остаются людьми все равно, в любом случае. Поэтому к ним надо относиться как к людям, в первую очередь, проводить с ними работу. То есть, дать им понять, что люди еще, то есть, не все для них потеряно. Именно помочь найти силы на исправление тех, кто нарушил закон. Главная цель их работы. Леонид Юрков, Татьяна Блинкова и Александр Минеев. Телекомпания «Канск», пятый канал. Испытали страх посетителей Каннского драматического театра. В ночь искусствам для гостей подготовили необычный квест, пройти который сумели только самые смелые. Моя коллега Татьяна Блинкова следила за происходящим. Она расскажет подробнее. В ночь искусств театр превратился в дом семьи Головлевых. Гости побывали в разных его уголках, разгадывая самые сокровенные страхи членов этой жуткой семьи. А их было немало. Желание раскрыть тайну хотя бы одного члена семьи Головлевых привело в театр большое количество людей. В эту ночь сцена превратилась в зрительный зал, но ненадолго, ведь сидеть гостям много не пришлось. Для них приготовили ужасный квест. Любители искусства поделили на четыре группы и отправили на самую жуткую в их жизни прогулку по уголкам театра. Но, если вы пропадете, ответственность мы не несем. Пропасть не мудрено. Подвал, коридор страха, из которого выйдет не каждый. Комната Арины Петровны, где несколько ликов переживают ее самые сокровенные тайны и многочисленные страхи. И, наконец, кухня, на которой Иудушка страдает от одолевших его воспоминаний. Парфишка, братья! Степа! Парфиша! Пойдем со мной за рогатки стрелять! Пойдем! Не ехудо! Не всех уничтожил! Иуда! Иуда! В каждой комнате зрителям нужно было понять, что же так мучает членов этой семьи. А самых активных награждали своеобразным Головлевским оберегом, благодаря которому на фоне наших респондентов даже оживали мертвые. Вообще театр очень люблю. И наш Канский. И вообще стараюсь не пропускать, по крайней мере, премьеры или какие-то новые представления, которые происходят здесь. Ну и сегодня, в ночь искусств. Все-таки не побывать в театре и не посмотреть. Но спектакль, который я не видел, к тому же. Вот как-то все срослось. Главной задумкой постановщиков квеста было все-таки дать зрителям найти ответы на вопросы, которые остались после посещения самого спектакля. Сам спектакль – это страшная сказка про жизнь, про тайны, мистика. И мы решили продолжить эту тему мистики, побродить по дому, театру, дому Головлевых, поразгадывать то, о чем, возможно, не догадались во время спектакля. Но немного попугать и испытать чувство страха. Ночь искусств стала своеобразной традицией в Каннском театре. Это прекрасная возможность для актеров по-новому взглянуть на свою работу, заявить о себе и привлечь еще больше постоянных зрителей. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», пятый канал. Выпуск новостей продолжит актуальный прогноз погоды с Денисом Гончаруком. В студии была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова